Вот этот водоем стал причиной раздора между дачниками садового товарищества Надежда и автозаводцами, живущими через дорогу. Раньше здесь было прекрасное место отдыха в любое время года, а теперь путь к озеру преграждает забор. И действительно, на входе в сады нас встречает охранник и табличка «Нахождение посторонних запрещено». Ход только для садоводов и по пропускам. Но активные автозаводцы таким порядком оказались недовольны и обратились в различные станции. Загорали, отдыхали около воды на побережье. Побережье было открыто. По ответу администрации там написано, что забор там не должен существовать, а там проложены два водовода, и там должна быть грунтовая дорога для обслуживания, для эксплуатации этих водоводов. После долгих уговоров председатель садового товарищества всё-таки пускает нас внутрь этого охраняемого объекта. Действительно, земля здесь, в том числе и под озером, в собственности СНТ. Вот только категория земли общего пользования. А значит, гулять здесь может любой желающий. Так нам поясняют в природоохранной прокуратуре. И добавляют, что в автозаводский суд направили заявление. Поэтому необходимо обеспечить доступ граждан. У нас ещё есть второе требование в исковом заявлении. У нас ведётся так называемый государственный водный регистр водных объектов, где фиксируются все данные о всех водных объектах, которые расположены на территории Российской Федерации. В вышеуказанном регистре данных о водном объекте нет. В связи с чем второе требование искового заявления, это обязать СНТ «Надежда» подать соответствующие данные в государственный водный регистр, для того, чтобы данный водный объект был учтён. Называемое в народе озеро Лесное выкопано ещё в 70-х с целью притока воды для садоводов, а не для купания. Сейчас оно скорее похоже на болото, всё зелёное. И было ли оно когда-то прекрасным местом отдыха? Да и чистить водоём, по словам председателя, денег нет. Кстати, по территории садов проходит и Петряевский дренажный канал. Как утверждает Евгений Богачёв, его здесь также не чистят и засоряют. Так это или нет, может сказать только специалист. Здесь ничего доказывать не надо. Людей просто не пускают к водному объекту. Мы как бы взяли только один аспект. А с проблем миллион. И обмен водный, люди, которые пытаются сказать о том, что существует соответствующая система дренажная, нарушена это, никто не содержит их. А вот дачники охране только рады. Озеро они используют для полива. Мы пять лет добивались здесь проходной. Мы бросали здесь все участки, потому что здесь было невозможно ничем заниматься. Все здесь пели, гуляли. Вполне понятно, что охраняемые ворота – это гарантированный порядок на территории садов, которые находятся в черте Нижнего Новгорода. Но если горожанин не судовод, значит, эта рекреационная зона для него недоступна. Вот такая дилемма. Разрешить её предстоит автозаводскому суду уже 5 июля. Виктория Кузьмина, Виктор Киселёв, Алексей Завелов. Объективно. ННТВ.